На юбилейном концерте знаменитого на весь мир музыканты Беркучи Юрия Носкова практически аншлаг. Виртуоз, баянист, учитель музыки, охотник с ловчей птицей. А с недавнего времени еще и писатель. Имя Юрия Носкова давно стало брендом шушенской земли. Свой 65-й день рождения маэстро отмечает в широком кругу поклонников в родном зале школы искусств. Человек он творческий и подход у него творческий к любому делу. Вот сегодняшний вечер он сам его срежиссировал, сам его будет вести, сам будет рассказывать о помощи всех ведущих, он отказался. Самое важное, о чем хочется рассказать на экране. Видеоряд собран из многочисленных фильмов и телепрограмм, главными героями которых стали Юрий Носков и его знаменитый Беркут Алтай. Музыкальное сопровождение от юбиляра. Поклонники музыканта Беркучи услышат сегодня и классические произведения казачьи и папури на тему военных песен. Особая гордость Юрия Алексеевича и его ученики. Кирилл Норкин, студент музыкального училища, выбрал класс баяна, когда познакомился с учителем. Он мне заложил желание играть. Он на своем личном примере, то есть он часто на специальностях, на уроках сам играл, показывал. Вот тем самым вызывая мне желание заниматься. Закончен юбилейный концерт. Маэстро подписывает всем желающим свою вторую по счету книгу о музыке и об охоте с Беркутом. Вы диктуйте, кому подписывать. Давайте сначала. Как? Хо, Валик. Я из Тувы. Ой, так вы моя землячка. Они же поэтому и приехали. К юбилею Тувы обо мне фильм снимали здесь. Я там смотрю, юбилей Тувы написали. А вы в Тувы ели? Жила, рада юности. Ему огромное спасибо за его труд, за его талант, за его терпение, за то, что он собирает полный зал, за то, что музыкальная школа рядом с ним расцветает. Я думаю, новые-новые ученики будут идти к нему. Ну и, естественно, за то, что он мой папа, за то, что я его очень люблю, за мое детство, за моего сына, который, судя по всему, пойдет по стопам деда. Концерт очень интересен, насыщен. И, главное, очень интересен сам по себе человек. Я с ним встречалась еще на остановке как-то. Он как раз шел со своими Беркутом, потому что я видел раньше. Да, как раз вот мой муж с ним и вместе жили в одном населенном пункте. Так что знаком до мной. И очень мне вот этот концерт, конечно, очень понравился. Очень вдохновлен. Не ожидал встретить здесь такого таланта, как Юрий Алексеевич Носков. Он музыкант. Самобытный, очень талантливый. И любитель природы, и птиц. Я в восторге от этого концерта. Очень доволен. Пусть жизнь его наполнена будет добром, здоровьем и семейным счастьем. Творческих успехов и долголетия. А все-таки для вас сегодня главный герой были вы или птица все-таки? Такое ощущение, что вы сильно-сильно скучаете. Да, не было ночи, чтобы она мне не снилась. Причем снится реально. Вот прямо реально. Не как сны же бывают сбивчивые такие. А здесь, ну вот как наяву все. И беседуем с ней. То я скажу, что Алтуха, ты плохо сегодня летаешь. То еще что-нибудь такое. Ну вот неудача, удача. Все это снится. Не бывает, чтобы эпизодически хотя бы он не приснился во сне. Алтая не стало несколько лет назад. Но верный беркут до сих пор главный источник вдохновения для маэстро Юрия Носкова. Ксения Саковикова, Алексей Кафтарев. Программа «Южные горизонты». Ксения Саковикова, Алексей Кафтарев. Продолжение следует.